Всем привет, с вами Роман и это наш 299 выпуск Мире Моделизма. Сегодня я хотел бы показать вам три модели вот такого вот немецкого самолета Focke-Wulf 190 в различных модификациях. Все эти модели в 72 масштабе и на данный момент из того, что в более менее адекватном качестве, это самые доступные модели. То есть модель от Хобби Босса, модель от Звезды и модель от Академа. Я не беру модели других производителей, где ценник на данный момент переваливает за тысячу рублей, то есть за 10 долларов. Чуть меньше, там даже 11. Итак, что касательно самого самолета. Разработку этого самолета начали в тридцать седьмом году, вот как дополнение к самолету Focke-Wulf Мессершмитт 109. Focke-Wulf совершил первый полет 1 июня 1939 года, после чего эти самолеты начали дорабатывать и в серию они пошли уже в августе 41-го. Вот этот самолет исполнялся в различных сериях, в различных модификациях, в различных амплуа. Были версии как высотного истребителя, так и из истребителя сопровождения, так легкого бомбардировщика и штурмовика. Применялся этот самолет в течение всей Великой Отечественной войны, большей части Второй мировой войны. Довольно неплохо себя показал. Огромное количество асов немецких летало на этом самолете. Вот и этот самолет был довольно массовым. Было произведено более 20 тысяч этих самолетов в различных модификациях. И даже после войны еще некоторое время этот самолет состоял на вооружении некоторых стран, которые во время войны Второй мировой были союзниками Германии. То есть этот самолет был у венгров, у румынов. Состоял некоторое время на вооружении ВВС Турции. Вообще огромное количество информации есть по этому самолету. Если я сейчас начну рассказывать всю его историю, я думаю этот ролик затянется примерно часа на три. Поэтому кому интересно, есть огромное количество литературы и статей в интернете. Можете зайти и почитать. Что касательно самих наборов. Фуки Вольф 190 у меня в модификации А8 от Хобби Босс. Также Хобби Босс делает две других модификации А4 и А6. Также вот такой вот у меня 190 модификации А4 от Звезда. Ну и вот такой вот универсальный набор, с которого можно собрать в принципе А4 и А6 и А8 от фирмы Академия. Тоже в 72 масштабе. Из всех этих наборов Академовский самый старый. Он появился в середине 90-х. Потом в начале нулевых вышел вот этот вот и где-то году, уже в десятых вышел Звездовский набор. Сейчас будет коротенькая пауза и я покажу вам все три набора, дабы вы смогли оценить, что они из себя представляют и какой из них стоит или не стоит покупать. Сейчас будет коротенькая пауза и мы продолжим. Так, начну пожалуй с Академовского набора. К сожалению, у меня этот набор без коробки. Мне его бонусом в одной из посылок положил коллега по хобби Дима Бочитарев. Здесь этот Focke-Wulf шел в комплекте с каким-то еще самолетом. Да, с P-47. Вот здесь нам дается этот Focke-Wulf в модификации А-8. Но, а, и с декалью на А-8. Но я А-8 из него делать не буду. Я буду делать из него А-6Р. Именно версию штурмовика. Так, ну, так просто вам покажу. Вот такая вот схема окраски и нанесения декалей здесь присутствует. Вот. Сама декаль. Вот такая вот. Видим, тут даже техничка есть. Декаль хорошая. Далее схема сборки. Ну, видим здесь остаток инструкции от P-47. И вот, что касательно самого Focke-Wulf. Такая вот схема сборки у нас. В принципе, коротенькая. Ну, и сама модель, она не сильно большая. В ней сделать какую-то гипер детализацию, но будет сложно. Так. Далее переходим к самому пластику. Начнем, наверное, по традиции с прозрачных деталей, которые у нас здесь вот в отдельном пакете лежат. Ну, сейчас вскроем. Остекление. Ну, тут указано, что это 190А8. Ну, и остекление здесь видим в двух вариантах. Оно более-менее прозрачное, вроде как без дефектов. Остекление здесь сносное. Еще у Академии, вроде как, знающие люди говорят, довольно неплохой 190-й. Хотя, вроде как, и с косяками. С какими точно не знаю. Опять же, в матчасти данного самолета я не силен. Далее у нас на вот таком вот летничке. Видим здесь дата выпуска, 92-й год. То есть, ошибся, это даже не середина 90-х, это начало. Здесь мы видим подвесной топливный бак. Бомба. Хвостовое оперение. Ну, и куча всякой лабуды. Вот щитки шасси. Тут приборка. Как понимаю, вот это стойки шасси. Это геркабины. Так, далее у нас в следующем пакете... Он порвался. К сожалению, так бывает. В следующем пакете у нас лежит два летника. Один вот такой вот. Тут тоже видим 92-й год. Тоже видим, что указано А8. Хотя, по сути, А8, вот А4 от А6 вроде крыльями не отличался. Что хочется заметить. Здесь довольно глубокая, очень четкая расшивка. Неплохо проработаны поверхности. Но единственное, что... Вот такие вот стволы пулеметов, пушек, их придется менять на что-то другое. Все это выглядит вот так. Ну, видим, что набор довольно-таки неплох. Так, и еще один литник тоже с обозначением, что это А8. Ну, хотя здесь есть и другие элементы, которые к А8 не относятся. Они относятся именно к штурмовику. Это вот эти вот обтекатели пушек. Вот такие вот шасси у нас в наборе. Воздухозаборник двигателя. Вот такой фюзеляж с аккуратной тоненькой расшивкой. Расшивка здесь просто шикарная. Я бы даже сказал, образцовая. Ну, и два вида капотов двигателя. Также видим, что внутренняя проработка кабины отсутствует как таковая. Что можно сказать? Модель, конечно, видно, что с недостатками. Но довольно неплохая. Облоя, утяжин, следов смещения пресс-форм, недоливов здесь нет. То есть, это уже можно засчитать довольно старому набору в плюс. Данную модель, в принципе, рекомендую тем людям, которые не боятся возиться, ну, дорабатывать, я бы даже так сказал, не возиться, именно дорабатывать старые дрова. Либо тем, кому, в принципе, пофиг на матчасть. Просто хочется собрать по лайту модель, поставить на полочку. Вот эта модель. Очень хороший вариант. Тем более, что если у вас получится купить комплектный набор, а не как у меня, то, я думаю, проблем у вас не будет. У меня по этому набору остается одна проблема. Мне нужно будет искать декаль именно на модификацию А6Р, которая была штурмовиком. Там пушки МГ-151, по-моему, они назывались, стояли. Вот эти вот внизу под крылом подвешивались. Вот, в общем, его я и буду собирать. Так, сейчас будет коротенькая пауза. Сейчас я вам покажу следующий наборчик. Так что ждите, не отключайтесь. Так, следующий набор, это вот такой вот Focke-Wulf модификации А8 от Hobby Boss. Видим, что это набор для легкой сборки. Здесь, судя по фотографии собранной модели на коробке, ну, так, в принципе, относительно сносно проработана данная модель. Здесь у нас краткая историческая справка, видим, указана. Ещё пара фотографий этого самолёта, точнее, модели самой. Вот тут тоже такая вот есть фоточка. Откроём коробку, глянем, что внутри. Ну, стандартная для таких моделей от Hobby Boss инструкция. Вот такая вот, с условными обозначениями. С обратной стороны у нас схема окраски и нанесения декалей на два варианта. Здесь у нас схема расположения деталей на литниках, видим, деталей у нас не сильно много. Ну и далее у нас идёт вот такая вот схема сборки. Ну, видим, тут деталек мало, поэтому схема сборки очень короткая. Далее, декаль. Декаль у нас в наборе идёт вот такая, видим, здесь даже кракозябры присутствуют. Хоть разрезанные надвое, но хотя бы так не надо выискивать отдельно, для того, чтобы сделать модель аутентичной. Дека здесь неплохая, но, видим, технических надписей здесь нет. Хотя техничка на данном самолёте присутствовала, прям, скажем, в изобилии. Но, к сожалению, китайский производитель Хобби Босс решил этим не заморачиваться. Далее у нас идёт остекление. Именно на модификацию А8. Ну, видим, с таким вот, немножечко под замыленным переплётом. Ну и само по себе остекление, видим, такое чуть-чуть, конечно, мутновастое. Остекление здесь, ну, мне лично не нравится. Далее здесь вот идёт металлический штифт, для того, чтобы сделать винт подвижным. Но я его подвижным делать не буду. Так, здесь у нас, кстати, можно поднять, посмотреть. Нет, внутри больше ничего нет. Здесь мы видим крыло. У нас сделано одной деталью. Ну, видим, проработка здесь, конечно, слабовастая. Но, в принципе, что ещё хотеть от модели для лёгкой сборки. Что удивительно, именно на этой модели не замылена расшивка. Обычно на вот этих моделях для лёгкой сборки расшивка замылена. Здесь нет, она глубокая, в меру широкая. То есть, расшивка здесь сделана прямо очень неплохо. Так. Далее. Фюзеляж. Вот такой вот. Ну, видим, здесь, опять же, внутренняя проработка отсутствует. Следов смещения пресс-форм, недоливов и прочего нет. Есть только вот такие вот следы стыков пресс-форм, которые надо будет зашлифовывать. Потом дорезать расшивочку. Здесь вот тоже эти следы присутствуют. То есть, надо будет что-то с ними делать. В остальном, в принципе, сносно выглядит. Конечно, хотелось бы и лучше. Но, что есть, то есть. Так. Ну, и переходим к той части набора, которая уже напоминает классическую модель. А именно два небольших летничка с деталями. Здесь мы видим вот такой вот летничок со стойками шасси. Стойки шасси здесь проработаны, ну, чуть получше, чем у Академа. Хотя тоже не очень. Колеса вот такие вот. Воздушный винт. Интерьер кабины. Ну, и, в принципе, пилон, на который вешается либо бомба, либо подвесной топливный бак. Так. И последний летник. Здесь у нас хвостовое оперение вот такое вот. Вот щитки шасси, подвесной топливный бак и различная мелочевка. Опять же, то, что говорил и ранее, модель для легкой сборки, в принципе, людям, которые профессионально занимаются моделизмом, она, наверное, будет мне по душе. Так, сейчас будет коротенькая пауза, я покажу вам последний набор от Звезды. Вот он наиболее качественный из всех трех. Так что, сейчас будет коротенькая пауза, не отключайтесь. Итак, переходим к наиболее качественному набору из всех трех. Это Focke-Wulf модификации А4 от фирмы Звезда. Итак, что мы видим? Вот такая вот коробочка с довольно приятным бокс-артом. Видим, здесь Focke-Wulf летит на фоне самолёта в Б-17. Также видим здесь обозначение, что это сборка без клея, но, как мы понимаем, любую модель без клея собрать маловероятно. Также здесь, видим, указан масштаб, указано, что здесь 34 детали, длина модели 13,8 сантиметра, ну, 14 сантиметров. Также вот два варианта окраски и нанесения декалей. С обратной стороны видим модель в неокрашенном виде, как она выглядит. Так, откроем коробку, глянем, что внутри. Так, тут у меня валяется старая звездовская инструкция от А8. Не знаю, зачем она мне, но может когда-то пригодится для чего-то. Так, здесь у нас лежит декаль. Декаль, как видим, с техничкой. Тут каракатицы у нас есть порезанные. Техничка здесь присутствует, наверное, далеко не вся, но хотя бы большая её часть. Далее схема сборки. Здесь у нас краткая историческая справка даётся по этому самолёту. Вот, кому интересно, можете поставить на паузу, прочитать. Далее у нас примеры сборки, варианты сборки модели с убранными шасси, с выпущенными, и далее сама сборка. Вот так вот она выглядит. Ну, а с обратной стороны у нас схема окраски и нанесения декалей на два варианта. Выполнено это всё вот так. Привязка к краскам «Звезда» и «Хэмброу». Так, ну, инструкция предельно простая, предельно понятная. Но, как мы понимаем, в модели главное не инструкция, а сам пластик. А, кстати, вот прозрачная деталь. Именно фонарь нашего самолёта. Вот такой вот он есть. И, в принципе, неплохо выполнен. Прозрачный, через него нормально видно. Фонарик здесь явно получше, чем у модели от «Хобби Босса». Так, далее сам пластик. Скрываем пакет вот таким варварским способом. Так. Ну, и тут у нас две рамки с литниками. Смотрим. Ну, во-первых, что мы здесь видим? Очень тоненькая расшивка. Тоненькая, глубокая, хорошая расшивка здесь даётся. Здесь у нас две половины фюзеляжа. Воздушный винт. Заглушки, ниш шасси. Ну, створки, точнее. Нижнее крыло, видим, как проработано. Проработано оно прям очень хорошо. Стойки шасси. Качественные. Также вот здесь вот ниши в положении с выпущенным. Точнее, не ниши, а створки в положении с выпущенным шасси. Ну, как видим, здесь недолива, облоя и прочих радостей моделиста нет. То есть, всё выполнено более-менее хорошо. Внутренняя проработка кабины, как видим, здесь отсутствует. Следы оттолкателей есть, но они все на невидимых местах. Так, ну и второй литник. Здесь у нас верхняя часть крыла. Всё такая же отличная расшивка здесь. Вот такой вот интерьер кабины, но он бедноватый. Обтекатель винта. Капот двигателя. Здесь воздухозаборник двигателя. Колёса шасси. Фигурки пилота. Приборная доска. С обратной стороны это всё выглядит примерно вот так. Что можно сказать? Ну, из того, что я вижу, у звезды набор наиболее классный. Но, опять же, это всё наборы в эконом-варианте. То есть, это модели, скажем так, непродвинутого класса. То есть, да, из этого можно собрать довольно неплохие модели, но при условии хотя бы минимальных доработок. Кто хочет собрать более качественные модели 190-го, рекомендую посмотреть на модели чешского производства. Либо, может быть, какие-то модели вроде Томии. Честно говоря, не сильно сейчас в воде информации, кто ещё выпускает 190-й Фокки-Вульф. Но что-то мне подсказывает, что только в 72-м масштабе выпускает огромное количество производителей. Потому что самолёт среди авиамоделистов очень популярный. Вот этот набор я тоже рекомендую людям, которые хотят собрать, допустим, всю линейку 190-х. Либо просто хотят собрать какой-нибудь немецкий самолётик. На этом видео будем заканчивать. Спасибо, что смотрели этот 299-й выпуск Мире моделизма. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк внизу. Подписывайтесь на канал, если этого ещё не сделали. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи, всем пока!